МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У науковых интересах комарынские школьники приняли уделу международным экологичным проекте. Обороны экономичных интереса Украины. Белорусские мытники 20 вересня отзначат профессийное свято. А зараза в этой меньшем больш подробязна. Кераунник державы сегодня провел шерох кадровых назначения. Узменения не закранули некоторых представников мясцовой улады. Старшиней Пинска Гарайвы Конкама стал Игорь Брылевич. Михаил Киселевич з гэтага часу кераунник Лепельска Гарайвы Конкама. Брасловский регион узначалець Александр Баданин. Намесникам старшиней Минска Гарайвы Конкама призначаны парламентарии Иван Маркевич. Прымаючи кадровые решения, кераунник державы поставил докладные задачи перед новым покалением кераунников мясцового районного Узроню. Так для Пинска Гарайвы Лепельска Гарайвы Конкама окромя гэтага акцент на фермерских господарках. Яшчэдной задачей для района устані падрыхтовка серэдні терміновых программ развіцця па прыкладзе Аршанскага регіона. Абарону такіх стратэгій і галовнае іх выкананне президент Пабецаў контраляваць асабіста. Новое місце працы і ў Віталя Воука. З гэтага часу ён памочнік президента, інспектор Павіцівскай в області. Васіль Герасімов – намеснік старшыні комітэта дзяршконтролю. Назначэнні адбыліся і ў дэпломатычным корпусі. Пратягвэм выпуск. На Гомельщыні ў 10 разоў па вялічыліся темпы уборкі кукурузы на зерня ў правнанні з минулым годам. Зараз ў регіоні убрано каля 25% плаўчаў да плану. Гэтамаль – 12 тыс. гектаров. Серэдня юраджайныць – 65 центнёров з гектара. До уборкі подключыліся гаспадаркі ўсіх районав. У лідарах па темпах работ – Мазырскі і Брагінскі районы. Агульна на Малуту в області зараз складаю 75,5 тыс. тонн. Гэта ў 10 разоў більшім було на адповедную дату летось. Зоумоў надбор, ясё лето ў серэднім, кукуруза выспіла на 2 тыдні ранней. Сечас погода благоволіт нам, она, практически, влажність кукурузы идёт чуть-чуть выше 20%. Поэтому, в принципі, за один проход, возможность довести до кондицій согласно требований, которые необходимы при хранении зерна кукурузы. Поэтому это снижает затраты на ёё доработку, соответственно, увеличивает прибыль от данной культуры. Сё лето ў регіоні плануецца сабраць не менш як 300 тыс. тонн кукурузного збожжа. Частка ў раджаю накеровываецца на комбінаты хлебопродуктаў, частка – на плюшчэнні зерня. Сёня ў Гомелі падвялі папярэдні вынікі реалізацыі ў Брагінскім районі міжнароднага праекта тэрыторыі. У супрацойністві з навуковымі інстытутамі Беларусі, Франціі і Японіі навучэнцы Камарэнскай і Серэдній Школы правялі даследаванні тэрыторы, якая пацярпіла ў выніку Чарнобыльскай катастрофы. Под рабязнастями Володая Олег Сінцерову. Гэтае лето навучэнцам Камарэнскай і Серэдній Школы запамніцца надолга. У Ресі не кожны год даводзіца стаць ў дзенікам міжнароднага науковага праекта. Дапамогай прыбору, прадасавленных японскамі і французскамі учонамі, яны робили заміры радіційно-кафону у своїм поселку, на вулиці і у помешканніх, а так само приносили для даследовання у продуктах харчування. Перевышення у допыщальних узрівню не виявили ніде, а ліпівні рекомендації для місцевого насінництва можна охудшить уже зараз. Есть целый ряд рекомендацій, которые нужно использовать, но если говорить о потенціальній опасності, то це пищевая продукція леса, потому що защитные мероприятия в лесу не проводились, і загрізнення продукції, яке население берет із лесу, зв'язано тільки з розпадом радіонуклидів. Тому до сих пор регистрирується даже значительне превышення содержання і в грибах, і в ягодах, і особливо дичі, тому що дичі мігрирують, вона може мігрирують і з заповедника. Вчера були представители заповедника, і ми все це обсюждали. Ісключити, конечно, охоту, ісключити без проверки. Любове потреблення мяса діких животних, і грибів, і ягод, обязательно нужно все проверять. Сьогодні ученые признаються, такої активності от комаринських школьників і нынавад не чекали, розлечували максимум на 100 умеренів, а отримали більше 600. Тепер проціонки Белорусського інститута радіології, Французських інститута радіокційної оборони і Центра по влучшенні методів ядерної оборони, а так само Японського національного інститута передової промыслової науки кажуть по необхідністі протягу эксперименту. Магчима укріху іншім форматі, але з той же метай, випрацювати рекомендації, які дозволять оборонити здоров'я людей у любой країні, де єсь погроза радіокційного забруджування. Ми планируемо продолжати подобну деятельність, проектну, в будущем, тому що ісследовання в Камарине – це було тільки начало. Ми хочемо распространити цей опыт на інші деревні і повторити цей проект в інші деревнях. Конкретні регіони, де притягнеться реалізація міжнародного проєкта, будуть визначені поздні, коли стануть відомі докладні об'ємі фінансування. По кольжі, Камаринська шкільніка, разом з працівниками інститута радіології, по вінках дослідовню, підректують навукову працю, яку ясною наступного року презентують у французському Шербургу, апарчатого шерох справоздач зробить і самі білорусські навуковці. Аналогу навуковому експерименту, який був реалізований на території Брайнського району, у світі більш нема. Тепер його вийніки будуть розпасюджені у інших країнах, що дозволість повісіть радіційну безпеку людей. У Снежній гамечані зробіць справоздачу у Парижі, а у Соковіку наступного року – у англійськім Оксфорді. У Білорусі сізон тіхага палявання. Каб яно не принесла неприємності, треба поклопатіцца б сваюй бяспеці. Паперша, поставіць усвядомасця б сваїм маршруці родних. Падруга, прайвіць увагу, каб не поклацці у кошык атрутных гриб. Але часам і ядома, і дары лесу, можуть працтавляць пагрозу для здоров'я. Сьоліта територіальні центри гігієны і епідеміології прайверілі звыш 440 проб грибов і 250 проб ягод. Піровышэнні утрымання радіонуклідаў зареістраванне ў 30% прайвераных грибов. Максимальна колькаць выявлена ў дарах лесу, сабраных ў Нараулянскім районе, ў якім дарэчы і самая вялікія пакасчыкі піровышэнняў. Що тычыцца ягод, то радіонукліды знаходзіли ў 18% выпадкав. Нагадаем, лабораторныя доследаванні дароў лесу для насельніцтва праводзіцца бясплатна. Інформацію об выніках можна трымаць ў дзень звертання. Прайзідеум Савета Гомельскага обласнога обяднанні Прафсаюза ўсёння прааналізаваў сітуацію заплаты і працы ў організаціях гандлю. І хоць пытання було плановым, зараз яну аказалася асабліва актуальным. Нашы корэспандэнты прайнялі ў дзел ў роботі Савета. Разгляду пытання заплаты і працы гандлювых работнікаў попереднічала правідзіні маніторангу. Прафсаюзны юрысты ў прааналізавалі каля сарака коліктывных пагадненю. Сарадасновных зауваг адсутныць конкретных термінаў выплаты зарплаты і механізму ёе павышэння. У гандлювых праўтпраемствах заувагі паабіцалі улішыць. Аднаку дзельнікі пасяджэння пагаджаюцца. Значнага ўпливу на сітуацію гэта і недопрацовкі не оказываюць. Былі виявлені определённые моменти, можна сказати, недостатки. Но они более имеют теоретический характер, чем практичкі. То есть, ввиду неграмотного изложення формуліровок, несоответствия законодайству, хотя они практически никак не могут повлиять на ухудшэння прав, трудовых прав работников. Разам стым атрыманые дадзіны не улішваюць сітуацію ў приватных андлёвых кропках, дзя кулькаць работнікаў невялікая, а профсаюзных камітэтаў няма ў вогулі. А прачатаго значны ўплыл на памеры заробкаў і сваечасовасць іх выплаты часто аказываюць такі факторы, як пакупніцкая здольнаць насельніства і вялікая конкуренція. З гэтымі проблемамі сёня сутыкаяць ўсе. І поспехово стих вырошення ў значной ступени залежить от профсіоналізму администрації. Достаточно много крупных гипермаркетів, сетевых магазинов, которые предлагают широкий ассортимент товара. Но наше предприятие сегодня работает на то, чтобы улучшить ассортимент. Всем жителям города і гостям города представить все нужные товары в полном объёме, в частности, белоруских производителей. Всё это взаимосвязано даёт исполняць в полном объёме стати коллективного договора. Поскольку вы все прекрасно понимаете, что все социальные гарантии, которые сегодня предоставляют коллективный договор предприятия, конечно, слаживаются и с прибыльностью и рентабельностью работы предприятия. Даречі, згодно со статистичными дадзянами, середняя зарплата работников гандлю у ліпіні гэтаг года склала омаль 730 рублёв. Олександр Цюров, Ольга Коновалова, Александр Харлампо, телерадиокампанія «Гомель». У четвер 20 вересня белорусскі мытнікі отзначат своё професійное свято. Правда, многие сустренуть яго на своих працонных местах, а хова границы не спыняется ни на хвіліну. Незвычайная будня гомельскіх мытнікав у наступным сюжеті. Колькі адзіна культурных і гістарышніх каштовностях затримана за час існовання гомельській мытні, адразу не скажуть і яє супрацоннікі. Сюйні шматчаго сканфіскаванага можна убачыць у белорусскіх музеях і православных храмах. В експозицій, якая знаходзіць у музеї самой мытні, толькі невялікая частка выратованага – старожитные іконы, гадзіннікі, фотоаппараты і навыц статуя хаты – старожитный китайськага бога щастя. Хоць уладальніку гэтага вырабу, гэтый бог щастя явно не пранес. Як не вельмі узрадаваліся затриманню мытніками і контрабандысты, які аспрабавалі вывісті з Біларосі бівні мамонта. Однім із найболі інтересних предметів є бівні мамонта, які пріступнікі спряталі в бревнах, переміщаємых через таможню границу, в надєжді, що сотрудник таможні не поймет, що в середі бревн переміщаються такі предметы. Однак, експертам було принято рішення о том, що це дзісквітельно ці предметы являються бівні мамонта, товар був, соответственно, конфіскован. На пагранпероходзі Новая Гута работа мытнікау не спыняється ні на хвіліну. Управна не з летнім перейдам, зараз поток аутотранспорту знизівся, але часу для отпочинку все ровно нема. По велікім рахонку кожному мытніку необходно быць добрым психологам. Часта порушальнікаў законодавства можна выявіць па іх паводзінах і навад мініцць твару. Причім тычыцца гэта не толькі звычайных грамадзян. Факты, калі недобросумленныя суб'єкты господара не спрабуюць провіцці празграніцу товар па падробных документах, так сама выключэнням яшчэ не з'являюцца. Дарачу апошні час на пагранпероходах з'явіліся спеціальнія брама, які адзэзваляюць выявляць факты перамяшчэння рады ёктыўных рэчаво. Правда, на пагранпероходзі новая гута такіх фактав пакульні зарегістравана. Сама таможэнная сістэма Республіки Беларусь організована таким образом, што все таможні, каторые входят в эту систему, работаюць эффективна. Паэтому, я думаю, што умісна було ба говоріць, што і Гумельская таможня, як і другі таможні Республіки Беларусь делаюць все возможное і все необходимое для того, што бы в полной мере качество і неэффективно выполняць ті задачі, каторые возложені на ню. Ну, а есле коротко сказаць, да, мы работаем эффективно. Олег Синтюруў, Олесі Рудянкова, Ёлген Макеўнка, Телерадио кампания «Гумель». Про работу мытной службы і нюансы законодавства. Завтра поді размоба ў праграмі «Діалог». Гостім студы стане начальнік гумельской мытні Фелікс Яшкову. Глядіце диалогу ў прамым эфіры на телеканалі «Беларусь 4» ў 19 гадзін 20 хвілін. Нумар телефона ў студы 34-2043, нумар вайбера 340-043-3. Аткрытый обласны турнір па інтелектуальных гульнях Кубак Палесся прайшоў ў Гомелі. Паспрачацца за перамогу праехалі молодэ людзі з розных регіону ў Беларусі. Гомельскі турнір найстарэйшы ў краіні. Сё літа ён праводзіцца ў 27 раз. Мацнейшага ў інтелектуальныя гульні, што дзекалі, вызначалі ў дзвюх ў зроставых категоріях. Тот не было ровных гомельчанам. А крамя таго, прызы разыгрываліся ў командны сваёй гульні і брэйнрынгу. На п'ядысталі гонару знов апынуліся гомельчані, а таксама гульцы зборный команды Парабелум. Паучаса в этом году такой камерный очень турдерчик. Приехалі і студенты, приехалі і школьнікі, і взрослые каманды, і наші, і менчані. В общем, наші все старые друзі, старые знакомі. І тут, в общем-то, не бітва насмерть, а такое товаріческая сапернічство. І до баталій на спортывных пляцовках. Сёмую гадавіну утварэння слетчага камітэта Беларусі ў регіоні азначылі спортывным святам. Двыхдённая спаборніства, які і адбыліся ў оздоровленчым центры Пралеска пад Жлобіном, арганізавала УСК па Гомельской в області. Перамогу аспрычвали каманды центрального апарата, обласных і Мінскага управлэнніў, Гомельскага городскога дзела, а таксама сборная подразделэнні ў Гомельскай в області. Дарэчы, здабыць кубкі аказалася задачай непростай. Удзельнікам прайшлося прадаманстраваць моц, хуткаць, знаходліваць і самая галунэ, умэння працаваць ў камандзі. Большыць конкурсав було разлічына мінавіта на Гэта. У праграмме ператягування ліны, эстафета, камандныя стральбакі, данніяяк і іншыя. Лепшы вынік паказала каманды столичнага управлэннія СК. На другім місце селечэ з Грозінскай в області замкнулі тройку мацнешых іх калегі з Віцепскага регіона. Гэты, а так сама іншыя новіны вы можыця знаўсці на нашым саеці ў інтернэце па адрасі www.tvärgomil.bivay На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за увагу і да новых сустрэчэй эфіры. Дэ факта прадалжаэт эфір телеканала Беларусь 4 в студію Алексей Німкевич здравствуйте. Убеждали своїх знакомых оформить на себе рассрочки на телефоны, комп'ютеры, мебель і ювелирку, а затем исчезали. В Гомеле завершено расследование дела о масовом мошенничестве. В числе обманутых десятки ИП по всей стране. Общий ущерб превысил 110 тысяч рублей. По информации управления Следственного комитета регіона обвиняемых 6 человек, все они жители Калинковичского района. Получені ценности мужчины продавали, а деньги присваивали. В ходе предварительного следствия значительная часть похищенного была возвращена владельцам. Суд Ветковского района вынес приговор грабителям, которые в деревне Светиловичи напали на пенсионерку в ее доме. До суда женщина не дожила. Она провела в доме при температуре 7 градусов тепла ночь, пока ее не нашла соседка. На скамье подсудимых оказались 4 человека, трое мужчин и одна женщина. По версии следствия, они проникли в дом пожилой сельчанки и сбили ее, угрожая дальнейшей расправой, забрали все деньги. Чтобы замести следы и скрыться, уехали за пределы страны. Двое обвиняемых признаны виновными в разбое, совершенном с проникновением жилища, группой лиц и на основании части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Каждому из них назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Еще двое признаны виновными в пособничестве и приговорены к 2 и 2,5 годам лишения свободы. Три месяца за кражу авто слишком мало. Именно так посчитали в Гомельской прокуратуре. Как оказалось, в свои 26 лет молодой человек уже отсидел за угон, уклонение от отбывания наказания и трижды за кражу. Очередное преступление было совершено сразу после освобождения. Парень камнем разбил стекло при паркованной легковушке, завел машину и уехал. Пьяного и без документов его задержали инспекторы. По приговору суда ему было назначено наказание в виде 3 месяцев ареста. Не согласившись с данным приговором, прокуратура города Гомеля принесла апелляционный протест на предмет его изменения по мотивам мягкости назначенного наказания. Данный протест удовлетворен и приговор суда центрального района изменен. В итоге, вместо 3 месяцев ареста угонщик получил 2 года в колонии. Пожарные, медики и милиция проверили готовность водителей Гомеля уступать дорогу спецтранспорту. Машины с включенными сиренами и проблесковыми маячками проехали по нескольким улицам города. Без нарушителей не обошлось. В отношении 13 водителей, которые нарушили правила дорожного движения в части предоставления преимущества автомобилям оперативного назначения, были составлены административные протоколы. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 18.14, часть 9, которая влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления сроком на 1 год либо без лишения. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб Гомель прервал беспроигрышную серию Городея и продлил свою. Соседи по турнирной таблице высшей лиги футбольного чемпионата страны встречались на поле стадиона Центральной. До этого поединка во втором круге соперники не знали поражений. К тому же, три предыдущих противостояния Гомеля и Городея неизменно завершались со счетом 0-0. И естественно, что никто уступать не хотел. В первом тайме зелено-белые сделали то, чего от них уже давно ждали болельщики. Сыграли в атакующий футбол. Голкиперу гостей работы хватало. На 27-й минуте ему все же пришлось капитулировать. Антон Шрамченко, взяв в ассистента игрока Городея, открыл счет. Это только разодорило хозяев. Спустя три минуты трибуны Центрального взорвал Андрей Штыгель. Полузащитник ударом с лета замкнул навес Игоря Рожкова. Во втором тайме солировали уже гости, надеясь отыграться. Однако защита Гомеля, ведомая голкипером Дмитрием Дударем, выстояла. 2-0 Гомель побеждает и закрепляется на девятом месте. В субботу, 22 сентября, команде Алексея Меркулова предстоит поединок с еще одним соседом по турнирной таблице. Жоденская торпеда БелАЗ располагается на строку выше в табеле о рангах. Гомельский локомотив завтра проведет перенесенный поединок 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге против Чисти. В первом круге железнодорожники на выезде обыграли соперника со счетом 6-0. Нынешний поединок пройдет на поле стадиона «Локомотив». Начало в 16-30. В украинском Львове прошел международный турнир по стрельбе из лука «Золотая осень-2018». В состязании принимали участие воспитанники Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Евгений Смольский в командном упражнении «Дуэль» в составе кадетской сборной Беларуси праздновал победу. В этой же дисциплине юниорская сборная нашей страны заняла четвертое место. В ее составе был гомельчанин Никита Дубровский. В личном первенстве представители нашего региона без наград Евгений Смольский занял седьмое место. Команда Гомеля выиграла общий зачет областных олимпийских дней молодежи по боксу среди спортсменов возрастом 16-17 лет. Турнир проходил на ринге областного центра Олимпийского резерва единоборств. Гомельские боксеры завоевали 12 золотых наград. Второе место в командном зачете у атлетов из Мозыря замкнули тройку сильнейших боксеров из ветки. По итогам областных олимпийских дней молодежи сформировали команду для участия в республиканском турнире. Он пройдет в Пинске на следующей неделе. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» завтра проведет очередной поединок чемпионата Белоруссии. Подопечные Тома Жетчатара отправятся в Витебск, где сыграют с витебчанкой. «Гомель» в нынешнем сезоне пока не проигрывает две виктории в двух поединках у соперника в активе победа и поражения. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».